Бочкарь Бочкарей известны как спортивное село, поэтому большая часть двухдневного фестиваля проходит на спортивных площадках. Так губернатор края Виктор Томенко в Бочкарях оценил новый оздоровительный комплекс с открытым и закрытым бассейнами для детей и взрослых. Также глава региона вместе с коллегами посетил обновленный дом культуры, а рядом игровой и спортивный комплекс. Его установили по краевой программе. Дополнительно 15 миллионов добавил главный инвестор села – местный завод Бочкари. Пришло 3 миллиона, начали делать и вот получилось вот такое. Немножко добавили еще от компании денег и вот такая. Начали 3, закончили 20. Ну ничего, да. Ну такая вот площадка зато получилась. Сегодня в Бочкарях проживает около 2000 человек. Кстати, большая часть населения трудится именно на заводе, который и прославил село на всю страну. Многие жители Бочкарей, работники Бочкаревского пивоваренного завода, который всегда является своего рода таким локомотивом. Многие-многие процессы здесь жизни, отдыха, работы в Бочкарях тоже вносят свой заметный вклад и в экономические показатели края, и в социальное его развитие. Это замечательный пример государственно-частного партнерства. Это замечательный пример любви людей, которые живут здесь в своей родине. И это замечательный пример того, как нужно эту территорию развивать. Добавим, что в этом году фестиваль «Бочкаревское подворье» объединил более 5000 зрителей из разных уголков страны и ближнего зарубежья. Это в несколько раз больше, чем само население Бочкарей. Ирина Корчагина. День с толком. 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 День с толком.